Итак, я всех приветствую на вебинаре учебного центра специалиста. Он у нас на семинаре-вебинаре, потому что здесь у нас присутствуют и очные слушатели, и слушатели-вебинаристы. Называется наш вебинар «Порядок и способы заключения договора». Он входит в общий курс, который также проводится в специалисте по договорной работе, по минимизации рисков, связанных с договорной работой на предприятии. Меня зовут Защипина Юлия Владимировна. На слайдике сейчас небольшая справочная информация обо мне. Я на себе не буду останавливаться. И сразу перейдем к нашей подтеме. Естественно, весь пласт охватить за 45 минут, которые нам отъединили, не получится. Но тем не менее, мы тезисно самые основные моменты проговорим, что касается порядка и способов заключения договора. И если у вас возникнут вопросы, то, собственно, мы, опять же, насколько нам время позволит, мы их успеем обсудить. Итак, сразу начнем с... Ну, наверное, во-первых, сначала пару слов скажем насчет актуальности темы в общем, да, в принципе. Потому как, когда мы говорим о договорной работе, мы должны сразу понимать, что, по сути, любая деятельность коммерческая, тем более, она так или иначе связана с договорной работой, и едва ли кому-то удастся избежать в своей, как, скажем так, бизнес-сфере, так и даже в своей частной жизни заключения хотя бы одного договора. То есть мы, в принципе, постоянно так или иначе сталкиваемся с необходимостью заключения всевозможных договоров и не всегда они выражаются в письменном виде. Иногда мы даже не замечаем, что заключаем какие-то договоры, например, покупая в магазине, скажем, хлеб. По сути, мы тоже вступаем в договорные отношения. То есть мы выступаем как покупатель, да, как потребитель, со стороны, с противоположной стороны от нас находится продавец этого магазина. То есть таким образом мы также вступаем в юридические отношения, хотя, конечно, не задумываемся об этом. Поэтому в любом случае тематика актуальна, но, конечно же, наш курс, он, прежде всего, ориентирован на договорные отношения в сфере бизнеса, то есть в коммерческой сфере. Хотя мы затрагиваем, ну, в большей степени, конечно, скользь, но, тем не менее, и договоры в общем смысле, то есть и те, которые заключает физическое лицо, то есть просто гражданин в течение своей, скажем так, обычной жизнедеятельности. Ну, собственно, переходим к, ой, прошу прощения, к способам заключения договора. Мы можем выделить пять основных способов заключения договора. Первый – это, конечно, такой, скажем, традиционный классический способ. Это, собственно, заключение письменного договора в классическом виде, когда у нас существует шапочка. Ну, мы все прекрасно видели, да, как выглядят обычные договоры, то есть на стандартных альбомных листах пропечатано, начиная с шапки, где указаны стороны договора, наименование этого договора, и далее по всем основополагающим моментам, то есть предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон, заключительные положения, ну и так далее. То есть это вот, что называется, самый стандартизированный способ договора, и когда мы заключаем договор в таком виде, мы, как правило, ставим печати, если они у нас имеются в конце, ну, в конце каждого листа, и такой договор всегда должен быть также подписан сторонами. Но это не единственный способ заключения договора, есть также и другие, менее распространенные, но тем не менее имеющие право на жизнь способы заключения договора. В частности, вот во втором подпункте у нас идет такой способ, как заключение договора с помощью средств связи, то есть это обмен письмами, телеграммами и так далее. Что это подразумевает под собой? Дело в том, что у нас сейчас наше законодательство, оно зиждется на, скажем так, более гибкой системе взаимоотношений, поэтому даже если у нас отсутствует единый договор, то есть единый документ, который выглядел бы, ну, собственно, на листе был бы представлен, не всегда это свидетельствует о том, что у нас отсутствуют договорные отношения, если мы каким-либо иным способом договорились с контрагентом о том, что мы, собственно, будем с ним сотрудничать. Ну, вот возьмем пример с письмами. Скажем, мы ведем переписку в электронном формате, и из этой переписки следует, что, ну, скажем, от нас проистекает какое-то предложение, например, мы выступаем как поставщики и предлагаем контрагенту закупать нашу продукцию. Ну, не важно, что мы там производим или перезакупаем. Мы предложили купить нашу продукцию, и наш контрагент ответил на это согласием. И это все явно проистекает из нашей переписки. То есть четко следует, от кого поступило предложение, то есть от нас, в чем оно заключается, то есть какие именно условия мы предлагаем, какой именно товар мы предлагаем к поставке. Ну, и, соответственно, со второй стороны поступило явное согласие на наши условия. И таким образом мы договорились, по сути, о наших отношениях дальнейших, но при этом мы не заключили, опять же, вот именно классического договора. Как показывает судебная практика, такой формат тоже допустим, если, опять же, из нашей переписки условной все основные условия договора четко следуют, то есть мы можем четко определить предмет договора и условия, на которых мы сотрудничаем, и можем четко определить, между какими двумя, ну, или более сторонами это самое взаимоотношение идет. Поэтому даже если нет классического договора в письменной форме, это не всегда свидетельствует о том, что у нас не заключены договорные отношения. Ну, естественно, мы более подробно это обсуждаем на самом курсе, то есть мы приводим примеры вот таких отношений, когда договор заключается при помощи, скажем, переписки по электронной почте или даже по обмену письмами в обычном формате, то есть, ну, например, по почте России такое тоже бывает, особенно, когда контрагент находится где-то далеко от нас, там, например, в другом субъекте или, может быть, даже в другой стране. То есть это один из допустимых на сегодняшний день с точки зрения судебной практики способа заключения договора. Далее, третий момент – это устный способ заключения договора. Ну, я о нем так коротко уже говорила, приводя в пример визит в магазин, ну, то есть это самый, наверное, распространенный в жизни способ вхождения в какие-либо юридические отношения, о которых мы, пожалуй, даже не всегда задумываемся. Но когда мы говорим об устных договорах, мы должны помнить, что если речь идет о тех отношениях, где хотя бы одна страна выступает от имени субъекта предпринимательской деятельности, то есть это либо ИП, да, индивидуальный предприниматель, или либо юридическая какая-то конторна, то есть организация, да, например, общество с ограниченной ответственностью, то устные договоры заключать нельзя. То есть договор в таком случае должен быть в обязательном порядке письменный. Потому что если заключить устный договор при таком раскладе, когда одна страна либо ИП, либо организация, то это накладывает большие проблемы в плане доказывания. То есть у нас по закону говорится о том, что в таком случае, если возникнут какие-то споры о договоре или, скажем, о его заключенности или действительности, то нельзя ссылаться на свидетельские показания, то есть нужно предоставить какие-то документы, которые могли бы пусть даже косвенно свидетельствовать о том, что договор заключен. И, соответственно, если у нас вообще ничего нет, то есть если мы устно договорились о чем-то и никак не можем подтвердить, то, скорее всего, суд просто сочтет, что никаких отношений у нас нет. И таким образом просто можно в том числе и финансово пострадать. Поэтому устные договоры, они только для граждан. То есть когда мы, грубо говоря, что-то дарим, может быть, кому-то, или что-то, опять же, покупаем в магазине, ну то есть какие-то такие бытовые отношения, их, конечно же, можно сводить и к устным договоренностям. А когда речь идет именно о коммерческой сфере, в данном случае никому не рекомендуется совершать устные сделки, дабы, собственно, не попасть в неприятную ситуацию. Далее. Принятие заказа к исполнению. Это еще один способ заключения договора. Его еще называют счетом-офертой. Что это такое? Договора – это, опять же, отсутствие классического договора, но зато наличие счета. То есть как это может выглядеть? Приведем пример с договором поставки. Мне кажется, поставка проще всего это проиллюстрировать. Например, у нас есть покупатель, есть поставщик. Покупатель хочет что-то купить, ну и, соответственно, поставщик выставляет ему счет. При этом они не договариваются о заключении, опять же, единого классического договора поставки. Продавец выставляет счет, покупатель его оплачивает. И вот в данном случае оплата, вернее, выставление счета – это оферта, а оплата счета – это акцепт, то есть это согласие, собственно, на те условия, которые прописаны в самом счете. То есть на то, что покупатель покупает определенный товар за определенную сумму денег. И, соответственно, таким образом сам факт оплаты вот этого счета оферты является собой законченный, завершенный договор. Несмотря на то, что, собственно, как такового договора у нас и нет. То есть это, в принципе, допустимый формат взаимодействия, но, как правило, конечно, к нему прибегают в тех случаях, когда речь идет о каких-то единоразовых отношениях. То есть понятно, когда мы сотрудничаем долго и трепетно, и когда у нас договоры, например, на большие какие-то суммы денег, конечно, работать на одном счете невыгодно, потому что мы должны, сейчас, секундочку, когда я говорю, потому что мы должны наиболее скрупулезно прописать все условия, чтобы себя застраховать, да, на случай, если, скажем, наш контрагент поведет себя как-то нехорошо и подведет, собственно, нас под финансовый удар. Но если это какие-то единоразовые сделки, как та же купли-продажи, то есть поставка, да, на, например, небольшую сумму, то, собственно, почему бы и нет, это достаточно упрощает общий документооборот. А, вы имеете в виду от специалиста? Да, я, честно говоря, не знаю, какие именно документы они составляют, но, по сути, скорее, это, собственно, и есть. Ну, то есть, если говорить прямо совсем грубым, таким и простым языком, счет, даже мы можем не называть его именно там счетом-офертой, то есть можно просто его назвать счетом, потому что, по сути, это и есть, да, выставленный счет на какие-то там услуги или товары. Вот сам факт выставления и оплаты этого счета свидетельствует о том, что стороны договорились и вступили в договорные отношения и, собственно, их закончили. Просто в данном случае у нас не будет каких-то там дополнительных условий, то есть у нас просто вот все сводится к, ну, наименованию, ну, то есть к предмету договора и к сумме, которая, собственно, была уплачена за этот предмет, ну, то есть за товар или за услугу. И это, собственно, считается заключенным, завершенным договором. То есть здесь нет никаких ошибок с точки зрения закона. Так, ну и три, прошу прощения, это у нас тоже пятый, да, способ. Это конклюдентные действия. Ну, я пока не буду перечислять, что это такое, может быть, кто-то слышал уже. Мы потом их обсудим. Это наименее, наверное, интересно с точки зрения нашего курса. Но, тем не менее, тоже нужно иметь в виду, что договор можно заключать также путем совершения конклюдентных действий. О них чуть позже. Теперь более подробно, то есть по тому, как выглядит, скажем так, стандартизированный подход к заключению договора. У нас есть, ну, вот уже упоминали такое слово, как аферта, да, то есть это, по сути, предложение для заключения договора. И акцепт – это ответ, то есть, ну, согласие, да, заключить договор. Аферент, соответственно, то лицо, которое обращается к контрагенту с просьбой заключить договор, ну, вернее, не то чтобы с просьбой, с предложением, да, с коммерческим предложением, скажем так. А акцепт – это то лицо, которое отвечает согласием на заключение договора. При этом у нас бывает, что некоторые, скажем так, начинающие и предприниматели, и вообще те лица, которые так или иначе связаны с договорной работой, но особо глубоко еще в нее не погрузились, они считают, что это нужно обязательно как-то специфически оформлять. То есть, если существует такая вещь, как аферта, то обязательно всяк всяческому договору должна предшествовать отдельная документация, коммерческое предложение, оформленное в письменном ключе и так далее. Ну, это, конечно, неплохо, и это имеет право на жизнь, но с точки зрения Гражданского кодекса и законодательства в целом, в принципе, это не обязательно. То есть, та же аферта, она может быть озвучена как угодно, письменно, устно, то есть, здесь нет каких-то строгих правил в отношении того, как это должно выглядеть. Мы можем просто заранее договориться устно с будущим партнером, а потом, скажем, встретиться и заключить уже, собственно, тот договор на тех условиях, которые мы обсудили, например, на деловой встрече. Поэтому это просто такая классическая схема, но она не требует от будущих или нынешних партнеров каких-то действий, которые в обязательном порядке выражались бы именно в письменном виде. Поэтому, то есть, можно заключать договор сразу же без предварительного, например, коммерческого предложения или каких-то обсуждений в письменной форме. Классический письменный договор, о котором мы упоминали с вами в первую очередь, он, как правило, состоит из определенной структуры, то есть, это некий такой скелет, на который нанизываются определенные важные условия, без которых договор, возможно, будет хлипким в плане того, что он, возможно, будет не очень хорошо защищать ту или иную сторону этого договора. Поэтому, особенно если речь идет о долгоиграющих отношениях, об отношениях, где речь идет о достаточно крупной сумме денег, конечно, рекомендуется заключать именно классический общий такой вот общий формы договор, где были бы прописаны все возможные условия. У нас на сегодняшний день не существует какой-то строгой формы для договоров, ну, то есть, для тех договоров, которые, собственно, у нас проистекают из ГК, то есть, это подряд, поставка, аренда, купли-продажа, аренда, ну и так далее, их огромное множество. Так вот, какой-то четкой структуры, которая была бы определена именно на уровне закона, на сегодняшний день у нас нет. Ну, я не думаю, что в ближайшее время появится, потому что, в принципе, это не нужно, тем более у нас есть такая волшебная статья, как «Свобода договора», которая предусматривает, что стороны самостоятельно определяют, что, собственно, они пропишут. 457, если не ошибаюсь, пока не записывайте, я посмотрю после окончания, чтобы вас не обманывать. Но это в первой части одна из основополагающих. Далее, значит, что мы можем перечислить в, скажем так, к общей, вот такой классической структуре договора. Это первая вводная часть, ну то есть это как раз-таки самое начало, где мы прописываем предмет, прошу прощения, наименование договора и наименование сторон договора. Ну то есть, условно говоря, договор о поставке и чуть ниже, под датой совершения, мы указываем, между какими сторонами этот договор заключается. Ну то есть, скажем, о ромашка, да, далее именуемый поставщик, заключает договор о лютик, далее именуемый покупатель, о ниже следующем, ну условно говоря, да, и далее уже у нас идет, собственно, идет, собственно, это самое ниже следующее. Это предмет договора, предмет договора является существенным условием для каждого договора, для абсолютно всякого договора, то есть договор не может быть беспредметным. Если мы о чем-то договариваемся, значит, существует наша итоговая цель, собственно, что мы преследуем, либо мы что-то приобретаем, либо наоборот мы что-то продаем, либо договариваемся о ремонте какого-то оборудования, да, либо, может быть, мы сдаем в аренду помещение То есть мы должны четко прописать, что является целью, то есть предметом нашего договора. Если предмета нет, то считайте, что нет и договора. Такой договор очень легко признать попросту не заключенным за неимением одного из существенных условий этого договора. Даже не то, чтобы одного из, а самого существенного предмета. Далее права и обязанности сторон, естественно, тоже прописываются. Цена договора, хотя цена договора не всегда является существенным условием, то есть в некоторых случаях цену можно не указывать, но для того, чтобы и друг друга понимать, и для того, чтобы минимизировать какие-то дальнейшие споры, конечно, цену желательно обозначить сразу и как можно более четко. Ну или, по крайней мере, по какой-то определенной формуле, по которой можно будет рассчитывать в дальнейшем. Хотя существуют и безвозмездные договоры, в том числе и коммерческие организации иногда могут вступать в безвозмездные договоры. Прошу прощения, у нас запрещено дарение между коммерческими организациями по общему правилу, но это не значит, что все безвозмездные договоры, так скажем, закрыты для организации, то есть далеко не все. Мы это тоже на курсе обсуждаем, то есть какие безвозмездные договоры доступны в том числе и субъектам коммерческой деятельности. Далее, порядок расчетов, но это, собственно, производные, да, вот цены договора. Срок договора тоже не всегда является обязательным условием, но лучше заранее оговорить, на какой именно срок мы заключаем договор, чтобы понимать, когда наши отношения прекратятся и, собственно, когда, например, можно в том числе и высчитывать срок нарушения обязательств. Если, например, ну, условно говоря, мы договорились о том, что мы заключили, например, договор возмездного оказания услуг, при этом выступали как заказчик и ждем выполнения, ну, оказания, собственно, да, каких-то определенных услуг, которые мы заказали, но эти услуги не были оказаны в срок, но, соответственно, чтобы отталкиваться от определенного срока, нам необходимо это все прописать в договоре, чтобы не было, опять же, каких-то недопониманий между партнерами. Ответственность сторон, тоже важный момент, порядок изменения и расторжения договора и, собственно, подписи адреса банковские реквизиты сторон как завершающая часть. Опять же, это не все, что можно, в принципе, указать в договоре. Есть у нас еще и такие части договора, как, например, форс-мажор, его не всегда включают. Возможность, например, одностороннего отказа отдельно может быть прописана, но тут уже нужно отталкиваться от того, что это за договор, что именно нам целесообразно в нем прописать, ну, и вообще, собственно, какие цели мы преследуем. То есть, может быть, у нас действительно какой-то такой мелкотравчатый договоришка на небольшую сумму и нам, в принципе, не нужно прописывать все вот прям вот настолько скрупулезно, чтобы получилась целая война и мир, а не договор. Поэтому все зависит, конечно же, прежде всего, от наших целей. Дальше. Что еще нужно сказать, когда речь идет о договоре? Нужно сказать, что иногда приходится прибегать к дополнительной помощи дополнительных лиц. Это нотариус либо орган государственной регистрации, то есть Росреестр. Что касается нотариуса, нотариус обязателен не всегда, то есть это такая, скажем так, дополнительная возможность для сторон, но она не всегда является обязательной. Если стороны договорились об этом, то есть для юридической чистоты, для того, чтобы быть уверенным в том, что сделка совершается по букве закона, конечно, можно в любом случае пойти к нотариусу и сделать удостоверительную надпись. Ну, естественно, за деньги, потому что нотариусы бесплатно не работают. То есть по желанию сторон любой договор, даже самый незначительный, самый, на первый взгляд, ерундовый, может быть нотариально удостоверен. Но некоторые сделки, они требуют удостоверения у нотариуса в обязательном порядке. Ну, то есть если не удостоверить нотариально в таких случаях, то таким образом договор будет считаться недействительным. В частности, что это за случай? Это может быть договор ренты. Это то, что у нас сейчас будет перечислено, это не полный перечень, конечно, в тех случаях, потому что их значительно больше. Просто самые распространенные перечислим. Договор ренты, брачный договор, сделки по отчуждению доли в праве общей собственности на недвижимое имущество. То есть это когда у нас собственность не только в нашей, ну, то есть недвижимость не только в нашей собственности, но и также в собственности, может быть, какого-то родственника, ну, то есть когда у нас есть еще сособственник, То есть мы совместно владеем им. В таких случаях необходимо также участие нотариуса. Далее, если мы совершаем какие-то действия, связанные с отчуждением недвижимости, которое принадлежит несовершеннолетнему, то есть если, например, у нас несовершеннолетний ребенок, он, соответственно, имеет долю в квартире, где мы проживаем, и эту квартиру мы решили продать. В таком случае нам, конечно же, придется тоже обращаться к нотариусу. Не говоря уже о том, что придется, скорее всего, еще и в органопеки и поведительства обращаться, но это уже, собственно, другая история. Нотариус также необходим. Далее, сделка, которая направлена на отчуждение доли в установке капиталя общества, то есть либо акционерного, либо общества с ограниченной ответственностью. То есть если мы продаем акции или долю в КОО, то, соответственно, мы тоже должны прибегнуть к удостоверительной надписи нотариуса. Таким образом, ряд сделок у нас предполагает участие нотариуса. Хотя, естественно, далеко не все сделки и самые такие обыкновенные договоры, но тоже подряд купли-продажи, если она не сопряжена с какими-то ограничениями, которые, в частности, здесь у нас приведены, то есть если, скажем, это просто наша собственность, никто ей не владеет дополнительно, то есть ни несовершеннолетние дети, ни какие-то другие люди в качестве сособственников, то, в принципе, ее можно продать без того, чтобы этот самый договор удостоверять у нотариуса. Хотя ранее, достаточно уже много лет назад, нотариальное удостоверение было обязательно. То есть когда мы продавали, например, или даже дарили недвижимость, нужно было нести договор к нотариусу. Сейчас это не обязательно, если, конечно, только мы не попадаем в исключение. А вот, допустим, что дает заверение у нотариуса? Обычно, допустим, я с адвокатом заключила договор, я пошла на нотариус, я это заверила. Что мне это дает? Какие дополнительные договоры? Ну, вы знаете, честно говоря, как бы не хочется говорить, что это ничего не дает, но с точки зрения закона о нотариате, когда мы что-либо несем к нотариусу, для того, чтобы он это заверил, мы таким образом удостоверяем юридическую чистоту сделки. То есть, по идее, нотариус должен проверить, например, правомочно ли вы заключать этот договор, правомочно ли другая сторона заключать с вами договор, правильно ли, нет ли каких-то там нарушений в тексте договора. То есть, по идее, нотариус это все должен проверять, но, к сожалению, как показывает практика, далеко не все нотариусы себя этим утруждают. То есть, мы просто приходим, собственно, платим деньги, зачастую это достаточно немаленькие деньги, и просто получаем вот эту самую запись вместе с печатью о том, что нотариус, собственно, удостоверил там договор или еще что-то. Но, по закону, это предполагает проверку нотариусам именно правильности составления документа и правомочности тех лиц, которые, собственно, этот документ принесли. Правомочность, то есть, имели ли эти правы на оказание каких-то лиц? Ну, например, или, скажем, если речь идет о договоре между физическими лицами, скажем, правоспособно ли это лицо, то есть, не является ли оно ограниченным, например, в правоспособности. Может быть, у него справка, грубо говоря, из медицинского учреждения, которое говорит о том, что этот человек, в принципе, не может заключать сделки, потому как он нетрудоспособен и неправоспособен, ну, имейте в виду, не имеет права на заключение сделок там от своего лица. А кто эти люди принимают? Ну, например, если человеку, как правило, такое бывает в случае, когда человек либо очень старенький и уже не, ну, уже деменция старческая идет, и, например, там родственники, дочки, внучки и так далее оформляют опекунство над этим человеком, и, соответственно, все сделки от его имени осуществляют они, да? Или, например, если человек просто маленький, еще не достиг 18-летнего возраста, и, соответственно, он тоже не имеет права сам распоряжаться, там, например, своим имуществом, за него это делают родители, вот, ну, то есть, или если человек, ну, психически болен, то есть, вне зависимости от того, в каком возрасте он находится. Ну, то есть, это могут быть разные ситуации. Ну, это зависит от того, что за болезнь и как, какая справка от медицинского учреждения у него наличествует. То есть, вообще, одной справки от врача мало. То есть, после справки необходимо пойти в суд и, соответственно, через суд признать, что человек не отвечает за свои действия и, соответственно, не способен сам от себя, в том числе и какие-либо сделки заключать. То есть, первое – это справка от врача, и второе – это судебное решение. Вот, если судебного решения нет, то, соответственно, и признать человека автоматически, то есть, недееспособным невозможно. Так, ну, собственно, это вот, что касается нотариуса. Вот, если мы чуть-чуть назад вернемся, то есть, еще раз, либо мы к нотариусу идем в тех случаях, которые прямо указаны в законе, либо в тех случаях, когда у нас есть соглашение сторон, ну, то есть, когда мы договорились с партнером, что без нотариуса мы договор с вами никак не можем заключить, нам необходимо обязательно посетить нотариус, чтобы иметь убежденность в том, что у нас договор оформлен правильно. Еще иногда требуется государственная регистрация. Опять же, далеко не всегда, потому что у нас есть ряд обычных договоров, которые не требуют посещения органа Росреестра, но существуют сделки особого характера, как, например, договоры, связанные с отчуждением прав на недвижимое имущество. Ну, то есть, опять же, если мы что-то продаем, дарим, и это что-то относится к недвижимости, то необходимо, помимо всего прочего, помимо грамотного составления договора и в некоторых случаях визита к нотариусу, в обязательном порядке посетить орган Росреестра и пройти государственную регистрацию перехода права собственности на этот самый объект. Далее, договоры аренды, если они заключены на срок более одного года, при этом, ну, конечно, сейчас у нас нет времени об этом говорить, но у нас на курсе мы отдельно говорим по арендам. Дело в том, что существует на сегодняшний день, скажем так, законный способ обойти это требование и, по сути, находиться в арендных отношениях более одного года, ну, по факту, но при этом... Ну, это, кстати, не единственный способ, но вот один из способов, да, это на 11 месяцев заключить и потом еще пролонгировать на такой же срок. Ну, то есть, суть в чем, в том, что на сегодняшний день только если мы изначально заключаем договор аренды недвижимости на срок более года, мы должны его регистрировать в Росреестре. Если он заключен на срок менее года, то государственная регистрация не нужна. Далее, договор безвозмездного пользования земельным участком, заключенный на срок более года, тоже относится к тем случаям, когда посещение органов Росреестре необходимо. Но это тоже далеко не полный перечень, просто мы некоторые привели. Более подробно, опять же, обсуждаем на курсе, какие еще договоры требуют государственной регистрации. Вот, и, соответственно, сейчас одну секундочку, на сегодняшний день этим занимается у нас Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, иначе говоря, Росреестр. Такой орган, как регистрационная палата, на сегодняшний день у нас уже не существует. Раньше он этим всем занимался, теперь это Росреестр. Хотели спросить что-то? Да, что за 11 месяцев аренды? Я заключала договор. Что это за 11 месяцев? Нам не нужно государство регистрировать Росреестр. Ну да, то есть это просто вам помогает... На 11 месяцев я договор заключаю, а у меня сама квартира в центре. Да, на 11 месяцев. Правильно я понимаю? Угу. Потом я его проделываю. Например, да. А если я больше, чем 11 месяцев, я должна заключить эту Федеральную службу государственную? Ну, нужно, да, нужно ввести пакет документов Росреестр с тем, чтобы право ваше на аренду, ну или вашего там арендатора, да, на аренду, было именно в государственном порядке зарегистрировано. То есть это чтобы просто официально с ней в квартире, допустим, в центре, я должна вот заключить такой вот договор. Но вам не обязательно это делать на, опять же, на срок, там, год и более. Вам можно это заключить на 11 месяцев, да, а потом просто пролонгировать его. В конце тоже идут как же договора. Угу, да. Пока не ограничили. То есть, в принципе, можно там до второго пришествия. Теперь, что касается подписи, это важный реквизит договора. Подпись, в отличие от печати, должна быть на каждом договоре. Она у нас существует на сегодняшний день в трех видах. Это, собственно, собственноручная классическая подпись. Это когда мы, ну, когда мы ручкой, да, расписываемся, рукой расписываемся. Подпись с использованием фоксимильной подписи. Фоксимиле, иначе говоря, то есть это такая клише печать. Может быть, кто-то видел или даже пользовался. То есть это, по сути, образец нашей подписи, который в виде печати можно куда угодно, где угодно оставить, на каком угодно договоре. Единственная опасность в том, что если кто-то ей завладеет, то он может просто от имени владельца этой подписи нашлепать на каких-то договорах, о которых мы даже не подозревали. Поэтому с этим нужно быть поосторожнее. И цифровая подпись, собственно, это тот вид подписи, который получается в отделениях, вернее, в специальных центрах, аккредитованных Минкомсвязи. За деньги, естественно. И электронная цифровая подпись, ее нужно обновлять, потому как она не выдается на, скажем так, бессрочный период. Но, в частности, вот я, когда оформляла подпись, она у меня была сроком на один год. Еще есть такой важный момент. Он проистекает из статьи 160 пункта 2 Гражданского кодекса. Там сказано, что если мы используем фоксимиле, то здесь немножко будет такой легкий флор абсурда, но тем не менее. Нам необходимо заранее договориться о том, что мы используем для подписи в договоре именно фоксимиле. То есть что это означает? Это означает, что мы для того, чтобы подписывать договор фоксимиле, причем именно фоксимиле, не электронной цифровой подписью, мы должны заранее составить отдельный договор, то есть обычный письменный, и подписать его обычным способом, то есть от руки. Ну, то есть только после этого, после того, как у нас будет соглашение, из которого явственно следует, что мы согласны на использование фоксимиле, мы уже вот наши дальнейшие договоры можем подписывать с помощью фоксимиле. Но у нас изначально должно быть вот это самое предварительное, скажем так, соглашение. Соглашение, если у нас организация заключается, между организациями, что подписывает фоксимиле. Ну, то есть вот, скажем, мы с вами договариваемся о том, что мы работаем по договору поставки той же, да, скажем, вы мой поставщик, а я ваш покупатель. И, например, вы хотите использовать фоксимиле. Нам нужно с вами заранее сделать соглашение просто о том, что мы условили с вами в наших дальнейших действиях использовать фоксимиле. Это можно делать в свободной форме, то есть нет какой-то строгой формулировки, как это делать. Но, тем не менее, это сделать необходимо, чтобы... Ну, да. А вот социальные подписи, это вот сейчас какая-то фишка. Я читала статьи, что сейчас у вас не были случаи, как-то там, квартиры... То, что крадут? Да, с помощью этих цифровых подписей. Ну, я тоже это слышала. Потом вот мне адвокат... Ну, как я... В МФЦ я сделала документ, запомнила давно еще, что сделки с моей недвижимостью только в моем личном присутствии даже делать. А сейчас вышла какая-то цифровая подпись. И вот сейчас они даже сами, вот я ходила, они не могут объяснить, что в моем личном присутствии, или это может перекрыть цифровая подпись. То есть, вот там кто-то обратится с моей цифровой подписью, да, и мою квартиру для Бога лично продавать. Ну, да. Ну, вообще, ЭЦП, она... Ну, как сейчас прислал мне там статьи, сейчас вроде бы там... Я хочу... Я уже сейчас не помню точно, что с помощью цифровой подписи вообще никаких сделок с недвижимостью не... То это личная подпись, то это личное присутствие. То есть, никаких цифровых подписей. Потому что сейчас недвижимость, это, говорят, очень опасно. Вот и писали... Ну, у нас... Да, я это слышала, и в новостях это тоже передавали. Но вообще, ЭЦП, конечно, на сегодняшний день не сказать... Во-первых, она бывает разных видов. То есть, есть усиленно защищенная, есть такая простая, скажем так, ЭЦП, которую действительно легко, в общем-то, украсть, использовать. Поэтому, конечно, определенная опасность существует. И на сегодняшний день, ну, наверное, я бы не рекомендовала заключать сделки, которые связаны, опять же, с недвижимостью или с какими-то крупными суммами денег, с использованием ЭЦП, ну, просто для безопасности. Но все равно, скажем так, законодательство, которое так или иначе занимается цифровой сфера, оно на месте не стоит. И я думаю, что в скором времени и ЭЦП, скажем так, начнут уже подвигать. Они и сейчас подвигают классические варианты. Ну, то есть, обычные письменные документальные отношения. Вот, а дальше, мне кажется, это все будет только усиляться. Вопрос только в том, чтобы, если уж мы оформляем электронную цифровую подпись, то лучше всего это делать, вернее, приобретать усиленную, она так и называется, усиленная цифровая подпись. На нее выдается квалифицированный сертификат. И она защищена специальным кодом, который знаете, собственно, только вы. Ну, и, соответственно, с такими электронными цифровыми подписями, или подписями, как сказать, с ними сложнее совершать какие-то мошеннические махинации. Ну, вот на сегодняшний день такая вот ситуация. И что касается приобретения, я уже сказала, они у нас приобретаются только в удостоверяющих центрах Минкомсвязи. Вот ссылка, ну, сейчас нельзя перейти по ней, но можно просто вбить, например, в поисковике, обостоверяющие центры Минкомсвязи, и увидеть, какие на сегодняшний день у нас существуют вот эти самые центры, чтобы, собственно, обратиться за ЭЦП, если таковая необходимость у нас возникает. Ну, и опять же, ЭЦП, вещь небесплатная, стоит приблизительно 5-6 тысяч рублей на сегодняшний день. Теперь, что касается печати, я уже, по-моему, говорил, да, то, что сейчас у нас печать не является обязательным не только реквизитом договора, но и, в принципе, обязательным для наличия в организации. У нас ранее это была обязанность любой организации иметь печать. Сейчас, вот уже достаточно давно, с 15-го года, печать можно не иметь в организации. И отсюда же проистекает тот факт, что печать не обязательно должна наличествовать в тексте, вернее, в договоре. То есть, если ранее без печати было, собственно, никуда, то сейчас без нее можно вполне обходиться. Но, кстати, и даже в то время, когда печать была обязательна для организации, именно в качестве обязательного реквизита договора, она уже тогда не наличествовала. Поэтому на сегодняшний день, если мы отвечаем на вопрос, является ли печать обязательным реквизитом в договоре, то можно сразу сказать нет. Но если стороны договорились о том, что они хотят скрепить свой договор печатями, то в этом случае, конечно, это становится обязательно. Ну, то есть, как и любое, собственно, договорное условие, о котором договорились стороны. Но по общим правилам, если, скажем, у нас нет печати, если у партнера нет печати, то, собственно, достаточно, что мы просто подпишем договор, если мы его заключаем в обычном формате, и на этом, собственно, успокоимся. То есть печать нам в данном случае не нужна. Да? А подписывать все это обязательно? Ну, это скорее проистекает из такого делового оборота, нежели из требований. Ну, вообще, ну, вот я могу от тебя сказать, да, вот если я занимаюсь договорами, я обычно слежу за тем, чтобы был подписан каждый лист. Это для того, чтобы ничто там не подложили, например. Ну, всякие бывают ситуации. Поэтому лучше всего это не прописано нигде на уровне закона, но на уровне практики, ну, то есть для безопасности самих же сторон лучше всего подписывать именно каждый лист. Так же, как и печать ставят на каждом листе, если печать, собственно, есть и используется. Если нет, то и бог с ней. Если мы ИП, то тем более, ИП у нас никогда не обязан было иметь печать, и на сегодняшний день ИП также не должен, не обязан, вернее, иметь печать, хотя если ему хочется, конечно, он может ее заказать. Печать, в отличие от ЭЦП, у нас заказывается в любой коммерческой организации, которая занимается изготовлением печати, поэтому это, в принципе, вообще не проблема. Были бы только деньги, но, в принципе, печать недорого стоит. Ну, и прочие реквизиты договора такие менее существенные, но, тем не менее, иногда в отношении них тоже возникают вопросы. Нумерация. В законе, опять же, нет ничего на этот счет. Практика требует, чтобы нумерация имелась на каждом листе, опять же, для структуризации, для того, чтобы листы не перепутались и все четко проистекало одно из другого. Но если у нас нумерация отсутствует в договоре, это не страшно и тем более не влечет к тому, что договор будет признан недействительным или незаключенным. Но, естественно, лучше всего соблюдать нумерацию. При этом неважно, где она у нас, там, внизу, сбоку, наверху, не имеет значения. Адреса и банковские реквизиты сторон тоже необязательны, но важны, потому что если мы сотрудничаем с какой-то организацией, то наверняка мы с ней договариваемся о расчетах в безналичном порядке, тем более, что у нас есть ограничения на наличные расчеты, на сегодняшний день это 100 тысяч рублей. То есть если у нас сумма договора более 100 тысяч рублей, то нам необходимо в любом случае безналичным расчетом это все делать. Ну, соответственно, необходимо указать банковские реквизиты, на которые одна из сторон будет перечислять денежные средства. Подождите, а что это просто? Вот, допустим, у меня договор на 120 тысяч, что это значит? Ну, это значит, что по закону вы не имеете права, грубо говоря, из рук в руки эти деньги передать. А как я могу, а на карточку, если я скину, вы это подходит? Ну, это да, это подходит, потому что это будет как раз-таки безналичным расчетом. А если вы просто, например, там, ну, грубо говоря, пришли и в кассу положили, то это вот будет нарушением. Ну, конечно, если вы, если об этом никто не узнает, то это другая сторона. Если вы хотите сделать все по закону, чтобы было правильно, то если договор на 120 тысяч, то он необходимо именно в безналичном расчете это делать. Ну, то есть на карту или там через банковский перевод, ну и так далее. Или там указать законодатель, что? Назначение, да, назначение платежа, чтобы было указано. Ну, и если мы говорим о банковских реквизитах, то, как правило, что мы указываем? Номинование банка, в котором открыт счет у сторон. БИК банка, то есть банковский идентификационный код, но он у каждого банка свой. Номер корреспондентского счета – это тоже счет, который банк открывает в ЦБ, потому что каждая кредитная организация, каждый банк имеет свой корреспондентский счет в ЦБ. Это тоже указывается. Номер расчетного счета клиента банка – это наш, собственно, да, код. Наименование владельца, то есть это наименование либо организации, либо ФИО, если речь идет о физическом лице. ИНН указывается. Ну, ИНН, понятно, да, то есть либо организации, либо физического лица. И КПП. КПП есть только у организации, поэтому если мы работаем с ИП или если мы сами являемся ИП, то КПП, естественно, мы не указываем, потому как КПП – это только у организации. Ну и, соответственно, приблизительно это выглядит вот таким вот образом. Ну, тут, наверное, не очень хорошо видно, потому что немножко размыто, но тем не менее. То есть здесь, в принципе, все основные моменты, которые мы прописываем в банковских реквизитах. И поскольку с одной стороны у нас ИП, а с другой стороны у нас организация, у организации мы видим, да, КПП, у ИП КПП, соответственно, нету, потому что у него его выйти не может. Вот корреспондентский счет на месте, расчетный счет на месте, ИНН, да, и у той, и у другой стороны. Паспортные данные, естественно, только у ИП, потому что здесь нам нужны паспортные данные, потому как организация, а не физическое лицо. Нет, ну, принципиально. То есть их, в принципе, можно и не указывать, особенно если они нам и так хорошо известны, если мы постоим там на связи с контрагентом. Ну, это просто полный перечень, прямо вот от А до Я, но если нет телефона и тем более факса, то это тоже не является нарушением. Ну, и, соответственно, печати тоже может не быть, да, если мы не используем печать. Ну, вот, собственно, это что касается таких вот основных моментов в качестве некого итога. Так, у нас тут счет оферта. Ну, про счет оферты мы, в принципе, уже сказали, да, то, что она из себя представляет. Это счет, который выставлен компанией для оплаты услуг или продукции. И, соответственно, оплата этого счета является собой уже завершенный договор. И таким образом схема выглядит вот следующим образом. То есть выставляем счет, оплачиваем, то есть одна сторона выставляет, другая сторона оплачивает, и все вместе это уже свидетельствует о наличии завершенного правоотношения. То есть, ну, я думаю, что по счету оферты нет вопроса, понятно, что это такое. Это, по сути, просто оплаченный счет. Это и есть счет оферта. А теперь... Если я, допустим, взяла конфеты услуги, обводила счет у компании, не подписывала договора, а просто обводила счет. И если, допустим, товар не качествует, я могу платить в сумму, и это будет всегда доказать. Ну, по сути, да. То есть вам, правда, нужно еще будет доказать, что товар некачественный не потому, что вы там что-то допустили, ну, какие-то ошибки в эксплуатации, а действительно это проистекает именно из... ну, от производителей или от продавца. То есть они либо изначально продали с браком, либо товар был некачественный, быстро испортился. Вот, ну, поэтому... Ну, гарантийный талон тоже не всегда есть в наличии. То есть когда у нас нет гарантийного талона, мы отталкиваемся от общих правил, которые нам дают возможность в течение двух, если я не ошибаюсь, лет обратиться с момента приобретения товара, обратиться в том числе и в суд за защитой своих прав. Но, тем не менее, если у нас нет отдельного договора, это не является препятствием. То есть счет это тоже свидетельствует о том, что у нас заключены... были, вернее, заключены определенные отношения. Теперь я обещала сказать, что такое конклюдентное действие. Это быстренько, чтобы просто иметь в виду, что это такое. Конклюдентное действие – это не письменная сделка и не устная сделка. Это сделка, которая проистекает из именно действий лица, исходя из которых мы можем четко определить его намерения и цели, с которыми он эти самые действия совершает. Пример, чтобы было понятно. Приобретение товара в автоматах. То есть, ну, так называемые вендинговые автоматы. То есть, если мы подошли купить стаканчик кофе в этом автомате, конечно же, мы не разговариваем с этим автоматом, потому что он не является человеком, и нам нет смысла в какие-то дискуссии с ним вступать. Мы просто помещаем денежку, да, в специальное отверстие нам выдают стаканчик кофе. И таким образом мы вступили в отношения с владельцем этого самого автомата, хотя ни письменного, ни устного договора, конечно же, у нас не произошло. Ну и по аналогии. Покупки в супермаркетах, оплата проезда в общественном транспорте, фактическое вступление в права наследования, это, например, когда мы не обращались к нотариусу, а просто, например, тихо, мирно въехали в дом, живем, ну то есть фактически вступаем в наследство без юридического оформления. Есть у нас такое понятие в ГК. И это тоже своего рода конкуридентные действия. Согласен сотрудничать с интернет-магазином путем клика по соответствующему полю на веб-сайте, тоже в наше время достаточно распространенная вещь. Ну то есть это вот по сути конкуридентные действия. Их можно перечислять до бесконечности, потому что они встречаются достаточно часто в повседневной жизни. Но нам они для цели нашего курса, конечно, наименее интересны, потому что, как правило, они связаны именно с какими-то такими бытовыми ситуациями, в которые попадает обычное физическое лицо день ото дня. Мы каждый день что-то покупаем или, например, метро пользуемся, ну и так далее. Нет? Передумали? Ну и в качестве итога всего, о чем мы говорили, еще раз, процесс заключения договора у нас представляет собой направление аферты, но аферты не всегда выражены в письменной форме, то есть мы можем просто устно договориться о том, что, собственно, мы хотим заключить договор на тех или иных условиях. И последующий акцепт, то есть согласие о заключении договора. Аферта, в частности, может быть направлена в электронной форме, но, опять же, не обязательно, это просто один из вариантов. Договор может быть заключен как в присутствии сторон, так и дистанционно, то есть он может быть заключен по почте, в том числе и по электронной почте, вплоть до телеграммы. Ну, то есть вне зависимости от того, как далеко мы друг от друга, мы путем обмена письмами можем тоже договориться о заключении того или иного договора. Договор не всегда представляет собой единый документ с подробным перечнем условий, то есть что мы сегодня с вами обсуждали, то есть это иногда и просто счет, иногда это письма, в том числе и электронные, иногда это вообще отсутствие какого-либо документа, то есть когда договор устный, хотя, опять же, устный, как мы уже говорили, договор не рекомендуется заключать именно организациям и индивидуальным предпринимателям, потому как они являются субъектами коммерческой деятельности, и все свои шаги должны фиксировать в письменной форме. Ну и, наконец, договор может быть подписан как собственноручно, так и с использованием аналогов собственноручной подписи. На сегодняшний день таких аналогов у нас два, это фоксимиле, то есть клише печать, и электронная цифровая подпись лучше всего, чтобы она была усиленная, квалифицированная цифровая подпись для дополнительной защиты владельца этой самой подписи. При этом, если мы используем фоксимиле, то предварительно нам необходимо заключить соглашение в письменной форме, подписав его обычной подписью от руки о том, что мы согласны в дальнейшем использовать фоксимиле. Если используем изначально ЭЦП и работаем электронно, то этого делать не нужно. То есть с ЭЦП мы можем сразу без предварительных бумажных каких-то волокит заключать договор полностью дистанционно и полностью электронно. Ну, естественно, это только верхушка айсберга, то есть все, конечно, за 45 минут, даже не за 45 минут, я вас немножко уже задержала, сказать невозможно, поэтому более подробно, конечно, все это мы обсуждаем на курсе, то есть что представляет собой договор вообще, какие нюансы его заключения у нас существуют и на этапе преддоговорной работы, и на этапе непосредственно исполнения договора, и на этапе, когда мы, например, всудимся с контрагентами, если у нас что-то пошло не так, если кто-то нарушил условия и так далее. То есть все, конечно, имеет свои подводные камни, свои нюансы. На сегодняшний момент по тому, что мы с вами сейчас проговорили, есть какие-то вопросы? Тут фактически наступают права. Ну, я так, да, ну просто не совсем, да, по теме, поэтому я так скользко об этом сказала. Есть у нас такое понятие, как фактическое принятие наследства. То есть, ну, как по закону необходимо в течение шести месяцев, после того, как открывается наследство, пойти к нотариусу, да, и, собственно, юридически оформить, да, права на наследство. Но иногда бывают такие ситуации, когда наследник принимает наследство путем вступления в фактическое владение. Ну, например, для упрощения ситуации возьмем случай с единственным наследником, то есть, вот у него, скажем, есть квартира после умершего родителя, условно говоря, и он в эту квартиру въезжает, живет в ней, заботится о ней, ну, как заботится, ну, в смысле, ухаживает за ней, как, собственно, полагается, платит налоги за нее, там, электричество и так далее. То есть, он такой вот законопослушный, скажем так, пользователь этой самой жилплощади, может, даже если он опоздал и никаких действий не произвел в течение шести месяцев после смерти, ну, там, матери или отца, не имеет значения, он через суд может признать себя как наследник, вступивший в фактически права владения, на основании того, что он на законных основаниях и полностью взяв на себя все заботы об этом самом жилом помещении, въехал в него и, собственно, осуществлял, по сути, права владельца. Да, представить платежи, ну, если он делал, то ремонт, свидетельские показания соседей, например, то, что они скажут, да, вот, там, Иван Иванович, там, в течение пяти лет здесь жил, там, уезжал, там, только в отпуск, ремонт делал и так далее, там, все платил, там, все коммунальные платежи, там, никогда никаких нареканий и так далее. То есть, по сути, несмотря на то, что он, может быть, немножко не по закону поступил, но закон в то же время позволяет и таким способом принять наследство. Поэтому это, как раз-таки, со стороны Ивана Ивановича можно назвать конклюзентными действиями, когда он никому ничего не сказал, просто въехал и живет себе на здоровье. Можете еще подробнее про курсы рассказать? Ну, курс, он идет у нас, получается, три дня, это 30, сколько часов там? Ну, короче, мы начинаем в 10 утра, заканчиваем в 5-10, 3 субботы. Он включает в себя, естественно, не только то, о чем мы с вами сегодня говорили, то есть он включает в себя договорную работу в целом. То есть, начиная от поиска и правильного подхода к выбору контрагента, начиная с того, какие документы мы имеем право предоставить, например, нашему контрагенту, когда мы выбираем кого-то для сотрудничества, какие обязаны предоставить, какие мы можем отказаться, ну, какие документы мы можем отказать для предоставления, что такое преддоговорные соглашения, там, какие они бывают, обязательно ли они, вот, по договорам в целом, опять же, какие они бывают, там, подряд, поставка, аренда и так далее, какие их особенности, что необходимо прописать, чтобы не обжечься, например, на уже судебных тяжбах, то есть, потому что в зависимости, например, от того, как мы пропишем ответственность, тоже очень многое зависит, иногда неустойку неправильно прописывают, например, ее задирают до небес, а в итоге суд ее сам по своему собственному почину снижает на основании 333 статьи ГК, которая говорит о том, что неустойка у нас должна взиматься сообразно масштабу нарушенного обязательства, то есть даже если мы ее прописываем очень такой высокий и нещадный по отношению к контрагенту, все равно, возможно, что суд нам откажет от взыскания такой неустойки и снизит ее по собственному усмотрению, то есть это тоже обсуждаем. Судебные действия вообще в целом, то есть как готовить исковое заявление, что там писать, как готовить доказательства в судебном процессе. Ну, то есть, в принципе, вся договорная работа от этапа до, когда мы еще пока не заключили договор, но готовимся его заключить, основной момент, конечно, уделен именно самому процессу договорной работы, то есть, опять же, заключение договора и его непосредственное исполнение, ну и после, то есть это судебные тяжбы, вопросы расторжения договора, можно ли расторгнуть договор до того, как срок закончится, иногда возникает такое желание, но бывает, что безболезненно из договорных отношений не выйти, потому что, опять же, приходится платить неустойки, но не всегда, то есть иногда закон позволяет выйти просто потому, что не хочется больше сотрудничать. Но ситуации бывают разные, договоры бывают разные, особенно сейчас у нас появились новые договорные конструкции, ну как, не могу сказать, что они вот прям суперновые, но вот по последним таким самым глобальным изменениям они вот самые свежие, там это такая вещь, как абонентский договор, опцион, слышали, наверное, не слышали, ну абонентский, опцион, что у нас еще преддоговорное соглашение, об этом тоже говорим, ну, то есть договорная работа в общем, все аспекты, которые так или иначе с ней связаны. Но если ИП нанимает коммерческую деятельность? Ну, мы говорим об ИП, да, ИП это тоже, по сути, субъект коммерческой деятельности, да, ну, понятно, что он не является собой целую организацию, но он тоже субъект предпринимательства, и поэтому вот все, о чем мы говорим на курсе, по сути, имеет отношение и к ИП. Все, что касается тех договоров, которые мы обсуждаем, это тоже имеет отношение к ИП. Он тоже платит налоги, он тоже заинтересован в том, чтобы заключить договор максимально безопасно для себя, чтобы не обжечься на недобросовестном контрагенте, вот, чтобы налоговая... Кстати, иногда, если мы неправильно выбираем контрагента изначально, и он, например, оказывается фирмой-однодневкой, которая быстро исчезает с горизонта, получив, например, от нас деньги, ну, бывают такие ситуации, бывает, что налоговая не признает расходы вот по такому договору в налогооблагаемой базе, которая позволяет уменьшить налог на прибыль, ну, если мы платим налог на прибыль, просто не все организации, не все ИП платят этот налог. На том основании, то есть она, по сути, отказывает нам в возможности на законных основаниях понизить наш собственный налог, на том основании, что мы, ну, грубо говоря, сами виноваты, что не проверили контрагента, что не проверили, насколько он надежен. То есть такие случаи тоже бывают, и вот мы обсуждаем, как этого избежать, опять же, какие документы нужно проверить, чтобы убедиться в относительной благонадежности контрагента. Почему относительной? Потому что, ну, на полную никогда не убедишься, всегда есть вариант, конечно, что мы натолкнемся на кого-то не очень честный. И так же договора подряда, да, связалась с ним? Ну, да, ну, подряд у нас может быть как с юридическими, так и с физическими лицами, в принципе. Ну, если это, конечно, не строительный подряд, то есть строительный подряд, если это просто, ну, грубо говоря, там какого-то рабочего нанимаем, то, конечно, это может быть и физическое лицо, какого угодно, человек, который имеет соответствующее умение, да, что-то подчинить или что-то сделать, там стул, например, сготовить. Да, и я обещала статью сказать. Стыдно, что я ее не помню, я ее не помню. Это, собственно, основная наша статья. Да, если вопросов нет, я вас и так задержала. А, ну я немножко все-таки вас обманывала. 421-я статья. Я 57, да, сказала? Нет, я ничего не пропустила. А, 421-я статья, это, собственно, свобода договора. Да, какая-то. Да, гражданского кодекса. Всего доброго. Все, до свидания. До свидания. Спасибо большое, у вас платок упал. Да, спасибо. Все, до свидания. Всего доброго. Придерживаясь основных опытов, можно будет, да, взять. Ну, естественно, не нужно это так вот буквально, да, воспринимать, что если свобода договора, то что мы прямо сейчас все, что хотим, то и запишем. Понятно, что существуют вещи, которые нельзя, да, ну, грубо говоря, мы не можем продать там на наркотики, например, по договору купли-продажи, потому что они у нас запрещены в обороте. Да, но по большому счету мы имеем определенную свободу, да, в определении условий. Главное, чтобы не было какой-то, ну, во-первых, откровенного нарушения, как с наркотиками, да, так и дискриминации. То есть договор должен быть сбалансирован между двумя сторонами. И, скажем, когда мы прописываем, например, ответственность сторон, не должно быть такого, что один, всего доброго, один должен все, а другой не должен делать ничего, просто там сидеть и спокойно там ждать, пока другой свою часть исполнит. То есть должно быть, условия должны быть максимально равны для сторон.